Выездная торговля и концерт народных коллективов. В юбилейную дату освобождения Беларуси праздничная программа сплотила бобручан самых разных поколений. Горожане признались, для них этот день не рядовой праздник, а дата скорби и гордости за мужество соотечественников. В благодарность за мирное небо и возможность жить многие на камеру обращались к ветеранам. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Лет до старости, как говорят, без старости. Хочется пожелать им крепкого здоровья, чтобы они жили, долго еще жили, не болели. И всего им, во-первых, спасибо за все и всего им самого наилучшего. Без них не было бы нас, не было бы этого праздника чудесного, Дня независимости. Здоровье ветеранам, чтобы они продолжали нас так радовать, вдохновлять. И мы обещаем, что будем дальше поддерживать, не забывать этот праздник. Бабушки, детушки, живите долго-долго. Приехали в город на Березине и гости из страны-соседки. Валентина Сербокрыл специально прилетела с Камчатки, чтобы вспомнить подвиги погибших родственников героев на Бобруйской земле и вдохновиться патриотизмом местных. Я вообще люблю Белоруссию. Такое особенное тепло здесь, душевное. И мы отметили то, что такие песни, и детки, и взрослые, вот именно про любовь Белоруссии ко всему. И к еде, и к флагам, и партизанский край замечательно. После заката у арены стало еще многолюднее. В 22.10 здесь голосами тысяч участников мероприятия звучала самая главная песня страны – гимн республики. ПЕСНЯ Несколько минут и в небе над городом прогремели мирные залпы. Яркий салют поставил точку в череде важных праздников Белоруссии – в 75-ю годовщину освобождения от коричневой чумы. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.